Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Талина, и сегодня у меня в гостях мой друг Виктор. И мы будем разговаривать о 10 выражениях, которые используются на Юге Франции. Если вам интересно, продолжайте смотреть это видео. Я приготовила 10 типичные expressions для хорошо говорить в Суде Франции. Это «ская пэг». Это «ская пэг». Это whatsoever. «ская пэг», это означает «са польз». Коябле. Основной, медленно-пай, Psalms,правда. Когда работать в ф顯езе, там есть лепуд sau иiserна на здоровье. Лно keyboard-пай, ну, а пот спрашивает, темная, по welcome учителя. И пегар, это же слово в испанском, это означает коле. Это не будет ничего, что мы не будем говорить алью. Это действительно один язык из-за страны. Это тоже используется очень много в Марсе. Но если мы приехали в Парис и говорили, что это пег, в моем мнении, человек не понимает, что он не понимает. Дальше. Дальше. «Румеге». 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 Что это означает? Это мне кажется, что есть один приколочный прикол, который мы часто коллиже от машины, с цветами, и в октябре, который говорит «Румеге». «Румеге» и «пасадавант». Это означает «рэти и пасадавант». Это для людей, которые в пушках, поэты, поэты, «Румеге», это означает «рэлли». «Рэлли», не в том, что в экспримировании, «рэлли» — это для себя. Это, что я называю, это «богонет». «Румегите». «Сgangen about it». «Трием». « π booty». ли они?!» « wohу, ли патюн?» « Лёх патюн». « Μ Model». Это меня摹отовая voiture, по которой, у нас распространство, LouвAND во время, они используются во рту, на Duchуне. Они используют это, потому что Itu тла proceedings. это не просто демократизация, потому что это наиболее послушная франция. Питчун, это означает «петит». Питчун. Питчун, это означает «петит». Да, это означает «петит». Но это означает «петит». Я могу сказать, что она у меня питчун? Да, ма пицчун, это... Этоですね. Там touching понимаешь. Лиетр в мой взгляд. Лиетр в нашли взгляд. Майкарный взгляд. Нет, но в месяц. На меня махарный взгляд, это пицч. А вот. Это, для того как... Для меня это очень пицч, это очень дорого, потому что... Это что-то, которое мы говорили, что они говорят, что мы говорим, что они говорят, что мы говорим, bear, но не используем много в Тулосе. В Тулосе, для того чтобы говорить о пищах они есть один имеющий слово «кагол». Кагол. 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 Как у Кагол, она ничем человеку, некоторое suchen чем-то, которая может знать, но заболевание, Это очень пище, чтобы говорить « пише». У меня «пише», это кто-то, кто-то говорит плохо. Мы говорим, что это тоже для детей, но это тоже для детей. Это феминен, но мы также можем использовать его для ребенка. Но это не полный, но почти. Делать к кому-то, что это не пише, это почти не искусство. «Ту ме сауле с текагады». «Ту ме сауле с текагады». «Ту ме сауле». 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 «Та ме сауле». «Та ме гонфли». 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 «Та ме сауле». «Та ме гонфли». 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 и, по-прочему, лето очень очень локал, это «кагад». Это тоже, это из-за occитана, и мы имеем в этом языке, и в итальянском, «кагар», это «чер». Вот. Когда ты говоришь «кагад», это как если ты ему говоришь, что ты делаешь, вот. «кагад», это «кагад», это «канерие». Да! « Ты делаешь только под 14 кагadian», ты делаешь только под 2 blo sigu SE. Это одна способija decir что кого-то не 대해서. То есть, это – «кагада» ! «Я решил перетьчиниться», это является отдельным ясер rol TOM «кагад», это honestly происходит... «кагад», это место способства, Франция мы говорим «помбельные ня» «Помбельные ня» это когда мы «стомакая», это когда мы поговорим на первую очередь, не понимаем «стомакая» «ssa меспант» Это «это свое сердце», это «сое сердце- Pinterest». Ok. Пуф, qu'il… Ah, pouf. Пиу, non, c'est piu. Пиу, quel cagnard. Alors? Пиу, quel cagnard. Quel cagnard. D'accord. Cagnard, c'est quand il fait très chaud, quand le soleil tape beaucoup. Et cagnard, c'est comme cogner. En français, on dit « Улала, ça cogne ». C'est-à-dire que « cogner », c'est « taper » sur quelque chose. Donc, c'est quand le soleil tape. Quand on dit « Ah, quel cagnard ! », c'est qu'il fait très très chaud. Donc, le soleil vraiment brûle la tête. Exactement, c'est ça. D'accord. « Ro, j'ai la... » « Ro, j'ai la cagne. » « La... » « Qu'est-ce que ça veut dire, « ro ? » « Ro, c'est... » Non, tout ça, c'est des onomatopées. On ne dit pas forcément « piou », on ne dit pas « ro ». « J'ai la cagne. » On le dit quand on n'a pas envie de faire quelque chose. C'est assez fort. C'est comme la flemme, mais c'est un petit peu plus que la flemme. C'est vraiment... C'est vraiment aucune envie. Donc, je n'ai plus envie de faire... faire quelque chose. Ok. Meuf est en boucane. Alors, meuf, c'est quelque chose qui se dit... C'est du verlan. C'est du verlan. Ça se dit à peu près partout en France. Le verlan, tu le sais, c'est quand on inverse les syllabes d'un mot. Donc, meuf, je l'utilise même sans le savoir. Il y a certains mots qui viennent du verlan qu'on utilise, mais on oublie que c'est du verlan. Voilà. D'ailleurs, tu sais que verlan, c'est du verlan. Oui. L'envers. L'envers. C'est intéressant. Donc, meuf, ça veut dire femme. Fille. Et en boucane, c'est... Tu sens mauvais, en gros. Tu pues. Voilà. D'accord. Donc, c'est... Tu sens fort. Tu sens fort. Il ne faut pas le dire... Il faut le dire vraiment quand on sait que c'est une circonstance. Il ne faut pas s'amuser à le dire n'importe quand. D'accord. Donc, il faut faire un truc. Comment il s'est... Comment il s'est gavé ? Comment il s'est gavé ? Le gars. Le gars. Le gars. Comment dire ? Être gavé. Ouais. Être gavé, c'est... Ça, c'est du français. C'est quelque chose qu'on dit surtout dans le sud parce que c'est mal vu de le dire ailleurs qu'en France. Mais gavé, c'est un mot de la langue française. C'est quand on donne trop à manger à quelqu'un. Gavé. C'est ce qu'on fait aux oies pour avoir du foie gras. C'est le gavage. Un tuyau dans la bouche. On a beaucoup d'allongés. Donc, quand on dit il s'est gavé, nous, c'est plutôt positif. Quand on dit à quelqu'un, ah, tu t'es gavé, ça veut dire que t'as vraiment bien réussi. C'est-à-dire que t'as tellement réussi que t'en as pris trop. C'est à l'inverse. Voilà. T'as trop réussi. Par contre, on utilise le même mot quand on en a marre. Voilà. Donc, d'autres sens. Ouais. Quand on dit ça, ça m'a gavé, ça veut dire que ça m'a saoulé. Maintenant, ça, j'en ai trop. J'en ai trop. J'en ai un trop, ouais. Ouais. Donc, voilà. Ça s'utilise dans deux sens bien différents. Ou c'est très positif. Genre, avec ta vidéo, là, tu t'es gavé. C'est-à-dire que t'as vraiment bien réussi ta vidéo. Ou... J'ai fait trop. Ouais. Ou maintenant, aujourd'hui, il ne fait que pleuvoir, ça me gave. Voilà. D'accord. C'est très intéressant. Bon, merci beaucoup, Victor. De rien. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous avez aimé cette vidéo, vous avez aimé cette vidéo, qui sont typiques pour le sud-françois. Si vous êtes en train de venir, vous pouvez vous entendre, vous allez entendre, ce que ça veut dire, et vous allez savoir, comment réagir sur eux. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, ne vous laissez mettre un like, si vous avez des questions à me ou à Vittor. Pardon. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous allez vous abonner à mon channel. Je vous souhaite plus d'autres vidéos. A nous vousarkanais de joygues au va. ca ! Субтитры подогнал «Симон»